Итак, я вас рада приветствовать на новом вебинаре компании Кодерлайн, посвященной отражению операции в валюте в 1С ERP 2.5. Компания Кодерлайн 1С Franchising занимается продуктами 1С, внедрением, сопровождением. На своем экране вы видите наши координаты, электронную почту, номер телефона. В компании работает огромное количество специалистов, которые готовы вам оказать консультации по любому вопросу. Также обращаю ваше внимание на наш канал Telegram ERP. Добавляйтесь. В нем мы обсуждаем разные вопросы, связанные с ERP. Там разные специалисты находятся. Обсуждаем и внутренние вопросы у кого что. Поэтому добавляйтесь, вам будет интересно. Там и новые статьи появляются, которые выходят. И все это обсуждается. Меня зовут Моисеева Екатерина. Я ведущий консультант-аналитик 1С компании Кодерлайн. Также вы можете записать мою электронную почту и по каким-то вопросам писать мне на эту почту. Итак, программа нашего вебинара будет построена таким образом. Мы с вами пройдемся сначала по основным вопросам. Потом у кого появятся вопросы, небольшое количество времени в конце вебинара будет посвящено ответу на вопрос. Поэтому ваши вопросы можно писать в чат. Значит, на программе нашей мы рассмотрим такие вопросы. Настройка валюты, регламентированного управленческого учета, настройка переоценки валютных средств, настройка валюты взаиморасчетов, порядок оплаты в рублях, валюте, договорах, валюту взаиморасчетов в документе приобретения товаров и услуг, валюту в документе реализации товаров и услуг, а также валюту платежных документов. Валюта взаиморасчетов – это валюта взаиморасчетов, которая осуществляется с контрагентом по взаиморасчетам. Курс взаиморасчетов – это курс по отношению к валюте бухгалтерского учета. Итак, давайте переходить с вами в нашу демонстрационную базу. Вебинар будет проводиться в демо-базе. Давайте посмотрим релиз. Значит, здесь 2.5.11.96. Указываю для того, чтобы, возможно, ваша конфигурация может немножко отличаться. Итак, любой учет мы начинаем с настройки справочника. В данном случае для настройки валюты нам необходимо первоначально перейти в раздел «НСИИ и администрирование». Здесь у нас в меню настройка «НСИИ и разделов» и заходим в предприятие. В предприятии у нас есть справочник валюты. И здесь мы можем с вами установить валюту регламентированного учета и валюту управленческого учета. В данном случае здесь установлена валюта управленческого учета в долларах. Если у вас валюта управленческого учета может быть в евро или в условных единицах, то необходимо выбрать другую валюту. Саму валюту справочник мы можем задать справочнике валюты. Значит, в этот справочник я зашла и из тех настроек, либо можно отдельно зайти в «НСИИ и администрирование» и здесь внизу – «Валюты». Такие у нас есть возможности по добавлению валюты. Мы нажимаем кнопочку «Создать». Можем добавить по классификатору, либо свою какую-то новую. Если мы добавляем по классификатору, то у нас выходит список с цифровыми и символьными кодами всех валют. Здесь мы выбираем необходимую нам валюту. Сбоку галочкой показываются те, которые недавно обновленные. Ну, что нам с вами добавить? Доминиканская песня. Здесь мы открываем саму валюту, видим цифровой код, символьный код. И курс валюты можно ввести вручную, можно загружать из интернета, можно связать с курсом другой валюты, либо задать формулу для расчета. Вот здесь справочники «Курсы валюты». Есть меню «Курс валюты из таблицы», то есть вы можете загрузить из таблицы Excel, либо «Курс валюты из Центрального банка России». То есть можно загрузить курсы валюты из интернета. Можно нажать кнопочку «Создать» и указать, допустим, что на сегодняшний день 1 доллар бразильский равен, допустим, 100 российским рублям. Записать. И таким образом создать, заполнить справочник валюты. Если мы создаем сами новую валюту, мы можем ее назвать, как нам нравится. Допустим, единица наша, если у вас там какая-то своя. Придумать ей символьный код и вводится ручной. Вот она у нас появилась. Единица наша. Только точно так же зайдем в «Курсы валют» и зададим, что одной единице валюты единица наша соответствует 100 рублей. После того, как вы создали вот эти все курсы, создали валюты, при выборе валюты управленческого учета у вас здесь появится возможность выбрать другую созданную нами валюту. Но я менять не буду. Пусть так и будет в долларах. Также давайте посмотрим, где можно настроить валюту переоценки. Точно так же заходим, вернее, настройку переоценки валюты, настройка администрирования. Заходим в меню казначейства и взаиморасчеты. Здесь у нас есть вложенное меню переоценка валютных средств. И здесь мы указываем, как мы хотим производить переоценку валюту в регламентированном учете. На дату оплаты и на конец месяца, либо на каждый месяц. То есть, если мы покажем на каждый месяц, то пересчет будет проводиться только в конце месяца. Если на дату оплаты, то, соответственно, на дату оплаты и на конец месяца. Итак, это все, что нужно было нам настроить. Настройка. Теперь давайте перейдем к вопросу о выборе валюты в договорах. Для этого мы с вами перейдем в меню продажи и откроем договоры с клиентами. Здесь у меня есть созданный договор для нашего вебинара уже в долларах. Что мы заполняем в договоре? Сейчас покажу вам. По кнопочке «Создать» у нас появляется возможность выбрать, во-первых, цель договора. В данном случае это реализация. Можно выбрать закупку, комиссию, приемно-ответственное хранение. Все другие возможные варианты. Заполняем наименование. Перейдем к заполненной. Наименование. В данном случае это торговый дом, договор. Наименование для печати. Номер договора. От какого числа. С какого числа действует. Можно поставить, допустим, что действует до конца января, либо до конца года статус «Несогласован», «Действует» или «Закрыт». То есть если в вашей организации договора согласовываются, то здесь можно поставить статус «Несогласован». «Действует» значит, что договор применяется, либо «Закрыт», если расчеты по этому договору окончены. Здесь мы выбираем организацию. То есть если у вас несколько организаций, которые входят в холдинг, то, соответственно, выбирайте свою организацию. Покупателя также можно выбрать из списка партнеров. В данном случае у меня покупатель Инвема, контрагент Инвема, счет организации, менеджер, подразделение указано и контакт на лицо. Теперь переходим туда, где именно указывается у нас валюта. Валюта у нас указывается на закладке «Расчеты и оформления». Для этого ставится галочка «Оплата в иностранной валюте». И в нашем выпадающем списке мы можем выбрать ту валюту, которая нам нужна. Можно, допустим, юан. Далее мы можем указать курс валюты переменной, либо, может быть, курс установленной договора. Тогда вы ставите, что зафиксировали курс, 100 рублей за 1 юань. То есть тогда будет пересчитываться по этому курсу, а не по курсу указанного в справочнике. Если мы с вами ставим переменной, то, соответственно, будет считаться на дату операции. Что мы здесь еще можем показать? Мы можем указать, что, допустим, сумма договора фиксирована. То есть, допустим, у нас 100 тысяч юаней. График исполнения определяется с заказами накладными, либо, может быть, по всему договору. Потом также можем поставить запрет отгрузки в валюте. Мы можем поставить при сумме задолженности более, допустим, 10 тысяч юаней. При наличии просроченной задолженности запрет отгрузки. Ставка НДС для платежей предлагается 20, 10, 0% или без НДС. Если у вас, допустим, экспортная операция, облагаемая по ставке 0%, выбираете 0%. Если у вас система налогообложения, в которой, допустим, вы не принимаете НДС упрощенное, то без НДС ставите, я ставлю 20, так как у нас общая система налогообложения. Что мы еще можем показать? Учетную информацию. Допустим, статью ДТС, поступление оплаты от клиента. Классификация задолженности по договору может быть краткосрочной или долгосрочной. В данном случае мы поставили договор до 31 декабря, соответственно, на краткосрочную. Указать отдельно возможность заполнения раздела 7 для декларации. Ну и указать какой-то комментарий. Все, соответственно, мы здесь настроили валюту. И после этого наш договор становится валютным. Теперь переходим в настройку взаиморасчетов в документе приобретения товаров, работы и услуг. Мы заходим с вами в закупки. Документы закупки все. И здесь мы можем создать приобретение товаров и услуг. Допустим, закупка у поставщика. Я открываю подготовленный к нашему вебинару. Итак, что мы здесь заполняем? Мы здесь заполняем, во-первых, хозяйственную операцию, закупка у поставщика, закупка по регламентированному учету, может быть, закупка через подотчетное лицо, импорт, данный прием на комиссии, в данном случае у меня ВОЗ из ЕАЭС. Здесь указываем нашу организацию. Выбираем из списка, в которую вы оприходите данный товар. Вот наш торговый дом комплексный. И выбираем договор. Вот как раз на основании нашего договора, созданного, и его валюты взаиморасчетов, долларов, будет заполняться валюта. Вот здесь у нас есть меню валюта, синим выделено. Мы нажимаем и видим, что сумма документа 2,230 долларов. Курс у нас переменный. Либо мы можем отразить по курсу на определенную дату. Если мы поставим, допустим, по курсу на сегодняшнюю дату, то наш документ пересчитается по этому курсу. Так будет по дате проведения. Перед выбором договора нужно еще выбрать поставщика и контрагента, потому что договор наш подтянется по фильтру на основании контрагента. Здесь мы можем указать, допустим, если была оплата, то мы и здесь увидим карточки расчета. В данном случае мы видим, что сумма по документу 2,330 долларов. Наш долг и по плате эта сумма. Теперь мы переходим на закладку товары. Подбираем из номенклатуры тот товар, который к нам пришел из выпадающего списка. Указываем количество. Цену поставки. В данном случае, если мы откроем цену поставки, то мы видим, что наша цена поставки также создана в валюте доллара. Мы можем создать другую цену поставщика, вид цены, создать, выбрать другую валюту, прямо здесь, и поменять. В данном случае у нас уже доллары настроены. Мы так и оставляем. Теперь ставим цену. Цену проставляем в доллары. В данном случае у нас 10 штук по цене 56 долларов. 10 штук по цене 78, 10 штук по цене 89. Доставка поставщику на наш вклад. Вкладки дополнительно. Можно указать, что цена включает НДС. Указать менеджера, подразделения, счет контрагента и другие реквизиты. Номер входящего документа можем какой-то проставить, какой нам надо. Мы проводим документы. Посмотрим, какие проводки у нас сформировались. Для этого мы нажмем «Отразить регламентированном учете». И видим, что наш товар в количестве 10 штук пересчитался по курсу, по последнему курсу, который у нас задан на дату в нашем справочнике курса валюты. Также мы видим с вами, сразу можно увидеть, что в журнале «Документ закупки» видно валюту. И, допустим, если вы хотите отсортировать по валюте, допустим, только в долларах, нажимаете «Сортировку» и все документы, которые у вас валютные, окажутся внизу либо вверху в зависимости от выбора сортировки. Итак, мы рассмотрели настройку валюты в документе «Приобретение товаров и услуг». Теперь перейдем в документ «Реализация». Для этого мы переходим в меню «Продажи», открываем «Документы продажи все». Точно так же здесь по кнопочке «Создать» можно сделать реализацию товаров и услуг. Я открываю подготовленную к нашему вебинару. Итак, что мы здесь заполняем? В данном документе аналогично с приобретением товаров и услуг валюта подтягивается из выбранного нами договора. То есть в данном случае у нас валюта договора евро. Соответственно, такая валюта у нас и переносится в документ. Остальные поля мы закрываем так же. Мы выбираем вид операции, реализация, передача на комиссию, регламентированную через комиссионера, то есть в зависимости от вашего вида. Смотрим с вами организацию, по которой создаем реализацию. В данном случае у меня тут сейчас также торговый дом комплексный. Договор мы с вами выбрали. Выбрали склад. И опять же, для тех, как выбрать договор, а выбираем контрагента. Потому что если выбрать другого контрагента, то, соответственно, будут другие договора. И будет зависеть, какая валюта у них. Так, давайте посмотрим нашу валюту. Мы видим, что сумма документов 973,65 евро. Для взаиморасчетов у нас указана такая же сумма. И курс у нас переменный. То есть будет браться на дату документа. Давайте посмотрим оплату, сразу отчет. И мы с вами увидим, что мы отгружаем по уже оплаченному заказу. То есть у нас задолженности долга клиента нет. Все взаиморасчеты мы видим также в евро. Точно так же, как настроено в документе. Давайте перейдем на вкладку товары. Здесь у нас указывается все, что мы продаем. Вентилятор, пылесос, комбайн, кофеварка. Выбираем количество, вид цены, оптовая и цена. Цена здесь у нас указана в евро. После проведения документа Зайдем в дебет-кредит. Нажмем «Отразить в регламентированном учете». И посмотрим наши проводочки. Итак, наши проводки сразу пересчитались в нашей валюте. Что мы можем еще заполнить в этом документе? На вкладке «Дополнительно» обязательно упоминаем про МДС. И другие необходимые для нас разделы подразделения, вариант продажи. Давайте с вами попробуем вывести на печать ТОРК-12. ТОРК-12 у нас появилась в рубля. Итак, теперь перейдем к валюте взаиморасчетов, протежных документов. Давайте мы вернемся с вами в карточку взаиморасчетов и сразу рассмотрим приход на кассовый ордер, который был создан на основании заказа клиента в евро. Для начала перейдем к заказу клиента. В заказе клиента для того, чтобы создать эту реализацию, был создан заказ клиента. В заказе клиента точно так же заполнен наш договор, у которого расчеты в евро. В заказе выбраны наши товары и их цены. Указано, что софт-воз от доставки, что самовывоз нашего склада. И указана вот здесь валюта, что валюта заказа у нас евро. Здесь можно выбрать другую валюту, которая вам необходима. В данном случае согласно договору. На основании заказа клиента можно создать приход на кассовый ордер, который и был у нас создан при поступлении оплаты от клиента. Соответственно, все вкладочки здесь заполняются автоматически на основании заказа клиента. После заполнения мы с вами видим, что у нас операция. В виде операции мы выбираем поступление оплаты от клиента. Платильщик у нас видеомаркет, касса торговый дом комплексный. Если есть какая-то другая касса, допустим, если заплатил человек евро или в долларах, то можно выбрать другую. Давайте сразу с вами посмотрим, как выглядит касса. То есть, когда вы создаете кассу организации, вы можете выбрать валюту расчета. И тогда счет учета у нас, соответственно, подбирается соответственной валютным операциям. Давайте нажмем с вами кнопочку «Создать», чтобы нам это было видно наглядно, допустим. Пусть будет на СУЕ. Проверим в УЕ условных единицах и счет наших 50-21 касса организации валюты. Вот таким образом создается новая касса. Итак, в нашем случае оплата пришла в рублях, пересчитана по курсу. Курс у нас был 60 рублей за 1 евро в 2022 году. Соответственно, по этому курсу пересчитана сумма документов. В расшифровке указан наш заказ, договор, опять же наш в евро, сумма из-за расчетов, валюта, курс. Можно еще указать статью ДДС. Поступление, авансы от клиента. Смотрим. Наши проводочки сформировались. Итак, теперь давайте с вами рассмотрим вариант, когда нам пришла оплата в безналичном виде. Переходим в раздел «Казначейство», «Безналичные платежи». Рассмотрим оплату поставщика. То есть, когда мы выбираем поступление, поступление оплаты от клиента. Так вот, поступление безналичных денежных средств. Что мы здесь выбираем? Выбираем вид операции, поступление оплаты от клиента, номер по банку. Ну, допустим, если вы пользуетесь эквайрингом, то у вас автоматически загрузится номер по банку, дата, загрузится автоматически. В данном случае указываем сумму 1000 долларов и заходим в расшифровку платежа. В данном случае в расшифровке платежа указывается сумма 1000 долларов. Указываем, что продажа облагается МДС, ставка МДС. Сумма МДС рассчиталась также в долларах. Выбираем статью, движение и другие необходимые нам поля. Также можно заполнить код валютной операции. Допустим, если у вас покупка иностранной валюты или с другой связано с операцией это поступление, то здесь, соответственно, можно взять, выбрать покупка иностранной валюты, расчеты с резидента и не резидента, допустим, предварительная оплата, выбираете код валютной операции. То есть, соответственно, если у вас осуществляется валютный контроль, то здесь можно выбрать код валютной операции. Давайте посмотрим счет. Счет у нас тоже в долларах. Настройки банка и, соответственно, указана валюта в долларах. Давайте посмотрим все счета. Аксортируем и увидим. Все счета в долларах. Покажу вам, как при создании выбирается, допустим, расчетный. В данном случае пишу в УЕ, но в УЕ, конечно, не бывает. Там юань. Ну, какая валюта у вас будет? Выбираем организацию, вводим номер счета, выбираем банк. И вот здесь мы выбираем валюту. Вот так создаются банковские счета в другой валюте. Для того, чтобы потом работать безналичным перечислением. Ну вот мы с вами рассмотрели поступление безналичных средств в валюте. Давайте еще посмотрим списание. Чтобы нам с вами оформить списание, точно так же мы заходим в казначейство, безналичные платежи и создаем списание. Допустим, оплата поставщику. Выдача подотчетнику, допустим, если он едет за границу, вы даете ему в валюте. Давайте откроем документ, созданный. В данном случае у меня документ создан на основании заявки на расходование денежных средств. Заявки могут вами, вашей организации применяться либо не применяться. То есть здесь в зависимости от того, работаете с заявками или нет. Если работаем в заявке, то, соответственно, в заявке сразу уже при создании указывается и организация, и валюта, и договор. И в наше списание автоматически будут подтягиваться все документы, все реквизиты на основании заявки. Особенно если мы его так создадим. Создать на основании и списание без наличия денежных средств. То есть все автоматически заполнится на основании заявки. Выбираем объект расчетов. В данном случае указаны все документы. Выберем, допустим, созданный нами документ. Сразу посмотрим договор, которым у нас в валюте обязательно. Выберем поставщика. Сумма взаиморасчетов. Если вы заполняете не на основании, тогда мы будем ручками. Если нет, тогда автоматически. НДС. Вот видим, что в заявке было указано без НДС, поэтому нам не выдает варианта, другого варианта НДС. А так бы, соответственно, есть вариант. Вот видите, вот здесь у нас есть вариант выбора НДС. Но так как у нас заполнен документ на основании заявки, поэтому у нас вариантов нет. выбираем статью ДДС оплата поставщиков и, соответственно, код валютной операции оплатим, проводим документы. Плачивается больше, чем утверждено в заявке. Идет контроль по заявке, поэтому не дает провести. А все из-за чего? Потому что я здесь поменяла документ приобретения товаров и услуг, а в заявке указан другой. То есть идет полностью контроль в программе. И она сопоставляет все оплаты. Ну вот мы с вами смотрим, что мы оплатили в валюте 2200 долларов. По курсу пересчитано 135 тысяч рублей. И счет у нас 52. Валютный счет. Не 51, а 52. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели, давайте вспомним все, что мы сегодня прошли. Значит, мы с вами настроили справочники. Сначала мы настроили справочник валют предприятия, что какая валюта регламентированная, какая управленческая. Потом мы с вами запомнили справочник валют, указали валюту, которая нам нужна. Поработали с вами с курсами валют. Посмотрели, как можно загружать из таблицы, из центрального банка, либо создать вручную. Затем мы с вами рассмотрели возможность создания договора валюты, валюте и указали расчеты валюте. Рассмотрели с вами документ закупки валюте, где мы можем указать валюту расчетов. Посмотрели с вами ссылки, что везде ссылается на договор и на валюту договора. Посмотрели с вами, как создать реализацию валюте, а также безналичные платежи, поступления и списания. Если есть у кого-то какие-то вопросы, можно задать, отвечу. напомню, что наш вебинар проводила для вас компания Кодерлайн. Компания Кодерлайн это компания 1С франчайзинг. У нас работает большое количество специалистов. Мы обслуживаем, сопровождаем, внедряем программу 1С. Вы видите наши реквизиты, электронную почту, номер телефона. Записывайтесь на наши новые вебинары. Раз вопросов нет, тогда до новых встреч. премьем. мурины, туда, дейминь, деймь,